здравствуйте дорогие подписчики тема сегодня будет связана с видениями и мы разберем принцип взаимоотношений духовный учитель ученик то есть это нить это духовная связь она на самом деле принципиально вот и в истории о допустим горка самхития всегда подчеркиваю что паломничество по местам силы если да то есть если выполняется паломничество но если нет духовной связи есть нет внутреннего правильного настроения дату скорее всего будут аппарат и будут оскорбление будет деградация вот то есть если в нечистом состоянии путешествовать по святым местам естественно ум ходит еще более жесткий ступор вот в силу оскорблений силу дурной капли кармы которая накапливается да и принцип взаимоотношения учитель ученику на самом деле очень очень важно очень священном на духовном пути этот принцип если он присутствует тогда ученик развивается если он отсутствует ученик стоит на месте невзирая на то что этой теме я стараюсь не уделять много внимания потому что будучи еще когда я юношей начинал заниматься всевозможными практиками и посещал побывал в некоторых организациях не совсем духовных но типа йоговских да я видел в каком состоянии находятся ученики поэтому у меня еще с тех пор отношение к ученикам оно такое знаете очень как бы это выразить очень спокойные да то есть как бы другими словами я стараюсь не гоняться и не стремлюсь навязывать эту идею да то есть не стремлюсь заполучить кого-то ученики потому что вести за собой ученика это это очень сложный процесс а тем более ученики в калиюгу но это беда вот во всех смыслах вот уж не обижайтесь на меня пожалуйста да но это действительно так ученики это калиюжные ученики это большая и сложная такая задача которую не знаю если как бы если кому-то интересно допустим из духовных учителей тогда я например если человек не хочется я например даже внутри как-то его благодарю да но на самом деле как бы там ни было в любом случае эти отношения не должны да то есть если человек хочет еще раз подчеркну развиваться если он стремится к развитию то это священная нить духовная нить она должна потому что исключительно через эти благословения через эти знания идущие от учителя мы получаем но по сути всего при воплощении этих наставлений в жизнь мы получаем все да то есть практика также не менее важно и сегодняшние видения они будут связаны именно с взаимоотношениями учитель ученик как реагирует вселенная как реагирует божества как реагирует события нашего материального мира на те или иные наши действия наши поступки наши мысли вот и так далее немножко предисловие естественно саму историю не буду рассказывать чтобы нас не отягощать это никому не надо и естественно нам эти бытовые вопросы собственно не нужны но так или иначе да сама суть заключается в том что обратился к ребятам очень скажем так давним своим ученикам да вот с просьбой прошу я очень редко в смысле стараюсь никогда не просить вот но бывали случаи бесспорно обращался помогали вот за что большое спасибо но это скорее исключение да в основном я стараюсь но мне какое-то внутреннее такое правило что все что все что мне необходимо оно придется но поэтому я стараюсь не просить но бывают бывают исключения когда обращаюсь потому что бывали трудности в особенности на украине в это сложное время вот и в этот раз тоже обратился и невзирая на то что же так обещание мне были даны еще раньше да то есть как бы я обратился это потому что знал что ребята помог поддерживает помогут и условия как бы там такие что все что я прошу я потом последствия верну как бы я не прошу о том чтобы мне дали да то есть я верну меня это правильно это важно вот но реакция у меня была весьма моя реакция да и реакция у некоторых не у всех да ребят но у некоторых было весьма специфическая если бы наверное да вчера с виктором кстати разговаривал если виктор знал что будет выйдет ролик он бы наверное промолчал бы а лучше вообще не говорить да но такое это карма знаете от нее не сбежать вот и есть еще очень важный момент да когда общаетесь духовным учителем контролируйте мысли да то есть я не подчеркиваю относительно самого себя и не говорю с людям заинтересованным в обучении да я понимаю что в любом случае на пути йоги каждый найдет себе духовного учителя будто в индии будто может быть где-нибудь где в непале в тибете а вот без учителя развиваться очень тяжело учитель нужен и в любом случае следуя за учителем да будет прогресс и соответственно с виктором общались да и он как бы не задумывался относительно того что так секундочку сейчас сообщение важно что соответственно когда мы с ним общались я же вижу его ум вижу его мысли вижу его реакции вот и в любом случае бывает бывали какие-то мысли связаны там с лукавством вот не совсем правдивые какие-то ответы вот человеческий фактор да то есть мы как бы мы в любом случае уважаем друг друга дорожим друг другом да вот но последствия были видения да и как бы духовный мир все равно не обманут потому что вот если ситуация проявляется значит есть причина значит есть какие-то возможно духовные причины скажем сразу несколько видений первое видение заключалась в том что я записываю видео связаны с гардосом хитой писания и естественно мое сознание направлено на 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 истории связанные с дворокой и и поскольку мое сознание направлено туда и у меня есть какой-то лично заинтересованность да и проявляются видения связанные с дворокой и видение я видел группу людей которые были которых я узнал естественно как учеников своих или последователей я видел как довольно большую группу людей это было 100 наверное может и больше потому что обычно видны передние кто там подальше стоит не очень заметно и вы ребята давайте поскольку я все равно лекции что лекции читаю про двороку про места силы в двороке да или давайте совершим поездку совершим паломничество совершим омоление да то есть еще на реке гамате вот и часть людей они сразу за закивали головами типа говорят нет 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 у нас нет времени на сейчас нет возможности у нас к у кого-то там работа и так далее ну то есть у каждого есть какие-то свои ответы препятствующие поездки до часть ну скажем так 50 на 50 да отчасти отчасти людей наоборот говорят да мы с удовольствием давай идем но я смотрю они стоят на месте да они не могут двигаться то есть их ноги такое ощущение что приклеились или вросли в землю и они пытаются сдвинуться то есть половина отказались силу невозможности а другая половина говорят да мы с удовольствием да но мы не можем и ученики находились таком не совсем чистом энергетическом состоянии в результате они не смогли двинуться вот не могу сказать причину это вот не совсем чистого состояния потому возможно что это связано с духовной силой духовной энергией которая исходит от два раки да и этот интенсивный свет этот мощный свет который там возможно высвечивает какие-то сложные кармы в нас самих и может может быть это стало причиной того что я видел это не совсем чистые элементы в астральных телах да но в любом случае из учеников пойти вместе со мной совершить омоление в шрига мать никто не смог вот вообще никто и я просто видел как люди вот пытаются дергаться ноги пытаются оторвать от земли а такое ощущение что место места силы не пускают или два рака не пускают но это связано еще возможно с тем что не созрели совсем как бы обстоятельства условия да и господь как бы не пока пока что не желает видеть вот и в этой ситуации я говорю я беру супругу беру своих троих детей да говорю все идем купаться семьей совершим омоление помолимся вот и мы отправились который располагается на сбоку от города два раки вот и так в том самом месте где река священная река впадает в океан мы совершили омоление и когда делали омоление со второго третьего раза начал видеть вспышки света причем и в себе и в детях и супруге очень красиво да и сразу пошло увеличение астрального тела да то есть когда идет очищение да астральное тело начинает увеличиваться мы видим себя в таком большом состоянии вот и я увидел свет да увидел в детях и думаю хорошо благословение получено да дальше работает и дальше я говорю супруги пошли еще совершим омоление в океане потому что тут тоже очень святое место большой большой даршан и мы туда переходим спускаемся к воде совершаем омоление в воде вот но на удивление света в океане было еще больше то есть там такие вспышки света были что изнутри причем этот этот идет очищение идет вспышка света астральное тело опять увеличивается я вижу себя стоящим но не знаю высотой наверное размерами я был как сам город дворока очень высокий при этом стоял по пояс в воде будучи высоким вот и также супруга также дети мы все состоим из света света намного больше чем священной реке то есть даже в океане на самом деле еще больше превосходит это изумительное такое благословение вот и в какой-то момент я вижу как да я вижу из моего духовного тела которое состоит из голубого света выскакивает душа и это душа вот поскольку мое астральное тело расширилась в силу большого количества энергии да то душа этого человека это скорее всего понятно что это один из учеников вот он выскочил из этого духовного тела и побежал в сторону города двора вот и я видел его мысли и понимал что он хочет спрятаться там почему так происходит потому что идет очень мощный всплеск энергии и энергия начинает давить на чувства на эмоции на кармы в первую очередь и а кармы естественно они начинают проявлять свои состояние в нашем уме да то есть оказывается воздействие очень сильное на ум вот на какие-то на такие тяжелые сложные состояния и человека начинает внутри даже внутри него самого через его собственный ум просто вот штормите человек пытается найти выход что способ чтобы сбежать из этого состояния точно так же и ученики находятся под давлением энергии допустим духовного учителя для примера говорю да то есть еще раз хочу сказать это примеры которые являются объяснением относительно в принципе духовных отношений между духовным учителем и учеником независимо от того у нас это происходит общаюсь ли я там с друзьями подписчиками или учениками это неважно или же у нас допустим наш учитель где-то в индии допустим да и мы у него учимся да и опять таки у учителя должна быть реализация если учителя реализации нету тогда состояние другие будут да то есть то что я рассказываю это для продвинутых учеников для продвинутых мастеров если учителя не знают все это информация скорее всего но у них этого нет од ? И этот ученик он убегал и убегал в сторону Дварапа и я понимал что он пытается спрятаться в городе но когда он убегал получается так что он сначала бежал убегал по воде потом Белик соответственно начал бежать забегать в город Дварапа но пробегая по песку он начал провалится все ниже 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 и в результате вместо того чтобы убежать в Дварап он Он провалился в нижние миры, и я увидел, как он начинает впускаться уже по таким, знаете, большим, огромным глыбам, по каким-то пещерам, в какие-то нижние миры, и меня это немножко так смутило, потому что и энергии ученика были такие себе, да, то есть грязноватенькие, да, там были и коричневые, и черненькие, гнев, да, то есть раздражительность, гнев, вот, и было много мутно-белого света, да, то есть желание наслаждаться. В этом материальном мире, вот, коричневый цвет – это жадность, красный, было немного красного там, это гнев и проблемные кармы, связанные там с Марсом, и все такое, да, то есть ярко-красный, мощный свет – это есть два варианта, либо это пробуждается энергия кундалини, точнее, раскрывается ему ладхара-чакра, а потом уже пробуждается кундалини, она выглядит как золотая, а если чакра просто раскрыта, энергии много, да, энергии земли много, тогда видится ярко-красный свет, но этот ярко-красный свет, он не должен быть агрессивным, не должен быть злым каким-то, он должен быть чистым и нежным, вот, ну, эти нюансы, они, естественно, понятны будут только профессионалам, да, то есть практикам серьезным, вот, и вот он убегал, и святое место, как бы, его не приняло, да, то есть получается так, что он провалился под землю и начал убегать все ниже, 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 вот, о чем это говорит? О том, что, скорее всего, да, есть тип людей, которые духовную практику используют для своих корыстных целей, и вместо того, чтобы придерживаться рекомендаций, наставлений, да, они воспитывают в себе какую-то гордыню, зависть свои, а-ля духовные желания, и как результат, допустим, когда совершается паломничество, да, происходит очищение, и такие люди просто не выдерживают, не выдерживают, у них накипает внутреннее какое-то такое состояние, которое всячески, как бы это выразить, как бы это выразить, подавляет их, угнетает их, да, и они не справляются. В этом случае надо, естественно, конечно, придерживаться наставлений духовного учителя, придерживаться правил садханы, да, и не по возможности, конечно же, не потакать своим слабым элементам нашего восприятия, то есть лени не должно быть, не должно быть социодисциплины, не должно быть каких-то проигрышных моментов, да, когда, допустим, мы обещаем духовному учителю заниматься йогой, а шестой год уже не занимаемся, да, то есть, как бы, если мы обещаем и не выполняем, да, поскольку духовный учитель, как сказано в священных писаниях, является формой Кришны, да, или формой Нараяны, да, то, естественно, когда мы даем обещание духовному учителю, то мы даем обещание, в первую очередь, Кришне, или Нараяне, или Нарисимхе, да, вот, и когда мы не сдерживаем, мы должны быть готовы, что вселенная также нам ответит, то есть, если мы не выполнили обещание, то мы должны быть готовы, что и вселенная также не будет выполнять свои обещания перед нами, потому что это закон кармы, так это работает, вот, а это что касается ученика, следующий, следующий элемент был, следующее видение заключалось в том, что я видел очень красивый большой дом, вот, но это был, собственно, не дом, а скорее храм, храмовое сооружение, очень красивое, но оно было заброшенное, оно запущенное было, да, то есть оно было оброшено огромным количеством всяких таких деревьев, как они называются, вот, такие вьющиеся растения, типа хмель, там, виноград, что там еще, дикая лоза какая-то, да, вот, и он был весь такой заросший, а я находился внутри, я понимал, что это какое-то священное место очень интересное, это уже храм, это уже мистическое место, да, я жду учеников в этом храме, вот, я стою, гуляю, поднимаюсь на второй этаж, на третий этаж, ученики не идут и не идут, не идут и не идут, я думаю, ну что ж такое-то, надо спуститься, наверное, к выходу, может, они там, выхожу, а оказывается, учеников там нет, вот, но зато они взяли и они очистили дорожку от этого мистического святого места к воротам, да, то есть они даже выкосили, вычистили эту дорожку, типа, давай выходи, как бы, не это, не занимайся, типа, ерундой, тебе это не надо, да, то есть бывает такое, что очень часто последователи решают за духовного учителя, что ему нужно, вот, насколько это работает, насколько это разумно, это другой вопрос, но думаю, что мы все понимаем, что, скорее всего, как бы, взгляды духовного учителя, они немножко отличаются, потому что духовный учитель, он воспринимает мир с другой точки зрения, более глубоко, чем мы все вместе взяты, поэтому, когда ученики начинают принимать решения и решать за духовного учителя, что ему надо, что ему не нужно, да, то, скорее всего, эти выводы будут неверными, да, и само по себе это видение, да, то, что ученики не явились, точнее, они явились, они выкосили дорожку для того, чтобы учитель благополучно ушел из этого очень интересного священного места, да, мистического места, да, то есть это было, было такое понимание того, что ученики, как бы, не разделяют намерение духовного учителя, соответственно, если ученик не разделяет настроение духовного учителя, соответственно, он не является учеником, и это очень важно или нет, потому что, как бы это выразить, состояние учителя, оно все равно сказывается на последователях, то есть и внутреннее состояние, состояние благословения, как, собственно, и внешнее, да, то есть внешняя карма, они также сказываются, вот, это тоже нужно учитывать, и вполне вероятно, если, допустим, духовный учитель принимает какое-то решение, значит, к тому придется причины, и эти причины исходят не из ума, как это исходит у всех у нас, а скорее всего были какие-то духовные, мистические знаки, какие-то откровения, какие-то советы, какие-то подсказки, вот, и если есть благословение, то, соответственно, как бы, любая деятельность, она в любом случае принесет пользу. И вот здесь вот насколько ученик мудр, да, то есть он может даже вставлять палки в колеса, говорить, да, зачем это надо и так далее, да, а может рассмотреть это немножко с другой стороны, потому что, как я понял, допустим, относительно самого введения, что это некое сооружение, да, оно внешне было как некая, как некий обычный дом, но энергетика была храмом, да, то есть это было священное место, святой храм, вот, и ученики смотрели на внешнюю форму, они смотрели только лишь на кирпичи, крышу и так далее, а духовный учитель смотрит на внутреннюю суть, он видит, что здесь божественная энергия, и это уже является таким хорошим, прекрасным знаком, мистическим знаком. Вот, это, что касается второго видения, и было третье видение, мы, когда ездили последний раз, мы останавливались в городе Шри-Рангопадном, прожили там, наверное, недели две или три, интересное место, очень, очень священное место и очень трансцендентное место, потому что в древности это место было одно из самых почитаемых, и божество, которое здесь располагалось, оно было очень богатым, очень состоятельным, это был один из самых известных мест паломничества, да, но после прихода британцев, англичан, вот, они сняли с храма все серебром, все забрали, все золото, драгоценности какие-то, да, вот, это место получило такое довольно серьезное оскорбление, и интерес к нему сильно поутих, скажем так, вот, и там же с этим храмом Ади-Ранганадхи есть другой храм, храм Лакшми-Нрисимхи, и между этими храмами расстояние буквально метров 300, наверное, вот, и тот, и тот храм большой, и храм Ранганадхи, храм Лакшми-Нрисимхи, но в храме Лакшми-Нрисимхи нет Гапурама, да, и это немножко другое, другой принцип строения, потому что этот храм, он был частью крепости, да, или частью дворца Махараджи, который правил в это время, да, потом был мусульманский царь, и он правил этим местом после индийских правителей, вот, и в этом городе очень много развалин, развалин, связанных с дворцом Махараджа, вот, то есть англичане, они расстреливали из пушек этот дворец, разрушили очень много строений, очень много стен, вот, ну так, хорошо разобрали, так, секундочку, и в месте, там, где находится храм Лакшми-Нрисимхи, там очень много именно развалин, древних стен, вот, и в этих развалинах я увидел своих учеников, и ученики стояли со сложенными руками, они смотрели в направлении храма, это, естественно, связано с тем, что я рассказываю о этих святых местах, да, и они обращались, они обращались к этому божеству Лакшми-Нрисимхи, который есть в этом храме, и они стояли на расстоянии, там, наверное, двухсот метров от самого храма, будучи невозможным, да, не имея возможности подойти к этому храму, не знаю, в чем причина, да, я рассказываю самовидение, и то, что они находились в развалинах, это как раз указывает на то, что есть препятствия, есть неблагоприятные кармы, есть какие-то трудности, с которыми, соответственно, ученики, последователи не могут справиться, и, естественно, они обращаются к Нрисимхи, к божеству, чтобы тот помог решить те или иные задачи, те или иные проблемы, вот, и я в то же самое время, когда началось это видение, я увидел себя находящимся на крыше этого храма, а крыша храма, она довольно высокая, там метров, наверное, шесть или семь высотой, 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 и храм шириной, наверное, ну, наверное, 300 на 300 метров, он огромный просто, и он плоский, с плоской крышей такой, там есть небольшой гапуром, да, но он совсем маленький, вот, это другой тип храмов, который есть, да, но он очень древний, ему, наверное, ну, тысячи, две, может, три, вот, он сделан из древних тесаных базальтовых плит, когда камень колет, да, он такой, ломанный идет. И я увидел себя находящимся на крыше этого храма, и я смотрел на своих учеников, друзей, подписчиков, и я слышал каждого из них молитвы, да, и среди этих руин было, ну, не знаю, человек 50 столов, они так были немножко разбросаны, все на расстоянии, но каждый из них находился в состоянии молитвы, и каждый просил, обращался к этой семье и говорил, Господь, пожалуйста, помоги мне сделать вот это, ну, и помоги мне выполнить вот это, пусть у меня будет хорошо вот в этом, да, и так далее, то есть каждый из, каждый о чем-то просил, и это правильно, на самом деле, это очень правильно. И, а я в то же самое время ходил по крыше, знаете, вот, как человек, который о чем-то задумался и немножко нервничает, вот он ходит из стороны в сторону, да, то есть из одного угла комната в другую, я ходил по крыше, из одной стороны в другую, вот, да, и я понимал, что я очень нервничаю, я всячески хочу помочь своим ученикам, последователям, да, чтобы у них был успех, благословение и так далее. Ну, это действительно есть такое, я, меня даже супруга иногда ругает, говорит, ты слишком, да, слишком заботливый, да, и надо давать людям возможность, чтобы они проявляли инициативу сами, да, то есть не надо слишком много проявлять, да, то есть так можно их и лишить возможности к развитию, да, то есть человек должен понять, что это ему надо, а ты и так помогаешь, вот, ну, это такие моменты, да, я ходил туда-сюда, туда-сюда, и в какой-то момент, когда я ходил вот так вот, к этому времени, я там два или три раза прошелся вот по крыше, я начинаю понимать, что я хожу и я наблюдаю за движением своих ног, своих рук, я наблюдаю за сиянием, которое исходит от моего тела, я понимаю, что я весь сияю голубым светом. И в то же самое время, когда я хожу, я вижу, что мои ноги, они не человеческие пальцы, да, а тигриные когти, вот, тигриные лапы такие вот, очень мощные, и тело такое очень мускулистое, накачанное такое, знаете, агрессивное такое, я вижу лапы, я вижу, я чувствую, как у меня там грива такая, да, я понимаю, что я нахожусь в божестве Нрисимхи, да, то есть часто в роликах я записывал истории относительно того, что… сейчас, секундочку, я… Часто в роликах я рассказывал относительно того, что я помню свои прошлые жизни, и я пришел из миров Нарайана. Естественно, в духовном мире, в духовных мирах Нарайана у меня немножко там другое, другая духовная оболочка, вот, там духовная оболочка или астральное тело, духовное тело, оно связано с формой Шри Нарайаны, да, то есть многорухая форма, и там так все выглядят, вот у меня в духовных мирах есть такая форма, вот. И, естественно, когда я получаю благословение, я всегда вижу определенную связь с теми или иными божествами, вот. И в этот раз я увидел себя пребывающим в божестве Нрисимхи, Нрисимхадева, и я смотрел через его глаза на этот материальный мир, да, и на самом деле это был не я, в общем-то, это был Нрисимх. Просто это такой, существует такой мистический Даршин, когда божество преданного ободряет, таким образом показывает свое, скажем так, свое неотличие от своего преданного, от своего последователя, таким образом подчеркивая его особый духовный статус, особую его духовную близость, да, и я видел себя внутри именно Нрисимхи. Это было очень такое восхитительное состояние, да, то есть это не было гневливое состояние, это, наоборот, состояние любви. Когда кто-то видит гнев Нрисимхи, я чувствую только его любовь, да, то есть, ну, в основном гнев, естественно, это проявляется он в отношении демонических личностей, в отношении себя я чувствую только любовь, какую-то внутреннюю духовную сладость, да, и в какой-то момент я обратил внимание, что Нрисимха, он остановился, и он начал отвечать на молитвы, которые звучали со стороны учеников, последователей, да, и он им сказал, он сказал, что для того, чтобы вы воплотили то, что вы хотите, нужно прилагать усилия, а для этого, чтобы получить результаты, да, и приложить эти усилия, он показал на свой храм, на котором он ходил, да, это очень большой храм, и он говорит, отремонтируйте его, приведите его в порядок, вы получите это благословение. И когда он это сказал, я отследил в своем сознании особый принцип. Вот, все дело в том, что само благословение, Даршин, получить, да, это правильно, это хорошо, но этого еще недостаточно, нужно прилагать усилия, нужно прилагать свои ресурсы, задействовать для того, чтобы что-то начало в нашей жизни происходить. Почему? Потому что, когда мы совершаем греховную деятельность, мы вкладываем свои ресурсы, свое время, свою жизнь, свои возможности интеллектуальные, свои возможности физические, да, то есть мы вкладываем огромное количество ресурсов, но когда эти ресурсы, когда эта энергия застреет в этих кармах, то исправить все это возможно только лишь благодаря обратным действиям, да, то есть принцип выравнивания. Когда мы накапливаем грехи, чаша переваривается. Когда мы накапливаем духовное деяние, чаша уравновешивается. Здесь очень важно накопить их больше, чтобы чаша с духовными деяниями перевесила, да, чтобы наши кармы, они перестали, как бы-то, перестали... перестали доминировать над нами, да, то есть грехи в какой-то момент должны перестать над нами доминировать, наши духовные деяния, наши духовные возможности, наши духовные заслуги должны преобладать. Тогда карма не будет проявляться, или она будет проявляться в очень ослабленном виде, да, то есть это принцип такой. И Нарисимко, он когда сказал, что отремонтируйте мой храм, а там действительно храм очень древний, да, то есть мы когда были в нем, там видно, что ему несколько тысяч лет, он очень древний просто. Я даже не знаю, сколько там, наверное, миллиардов людей по его посетило за все эти годы, да, потому что, ну, посещаемость в храмах индийских очень большая, и божества там очень древние. Вот, и он таким образом сказал, что, как бы, вы хотите исправить свою карму, вы должны постараться, вы должны приложить усилия, да, то есть на самом деле есть определенный момент, который есть в традиции христианства, да, то есть, допустим, традиция христианства, она не подчеркивает принцип служения, не подчеркивает принцип приложения силы, да, и мы чаще всего просто ждем, да, то есть, как бы, священники говорят, просто верь, но традиции индуизма этого нету, потому что это немножко ложная концепция, надо прилагать усилия, бесспорно верить надо, но надо прилагать усилия и работать над собой, и исправлять то, что мы создали неблагоприятное, исправлять благодаря своим каким-то духовным деяниям. Именно это упомянул Нарисимха, но когда Нарисимха упомянул этот элемент, я увидел, как умы некоторых учеников, они зашатались, они, некоторые начали думать, ну, мне лень, другие, у кого-то там начала проявляться там глупость, да, зачем мне это, я вообще там пойду чем-нибудь заниматься. У кого-то начала проявляться там жадность, кто-то вообще говорит, да, ну, как же, может, там веры достаточно будет, нет. И в результате, на самом деле, из этих, этого небольшого количества людей, лишь несколько человек приняли какие-то свои решения, да, но у большинства были такие, знаете, не совсем разумные состояния, и это больше было связано с непониманием ситуации, скорее всего, да. Вот. И я видел, я видел вот эти вот тонкие движения в сознании, я видел эти мысли, ну, поскольку в Нарисимхе, когда пребываешь, да, там все видно, там все как вот на ладони читать можно. Вот. И, то есть, Нарисимха, Шри Нарисимха, или же Кришна-аватар, как хотите называйте, да, он как бы все знает, все видит о нас. Вот. И ни одна мысль не остается не считанной, не увиденной, не осознанной, да, то есть Господь как бы знает про нас все. Это удивительное состояние на самом деле. Вот. Что самое интересное, вот эти вот состояния, что самое интересное, за спиной Нарисимхи стояла еще и Лакшми, богиня Лакшми. Вот. И я целенаправленно даже захотел повернуться, да, то есть это как бы немножко приложило усилия, вот, и Шри Нарисимха развернулся, посмотрел на нее, вот. Вот. А Лакшми стояла, она немножко чуть поодаль, от края храма, и она была, она посмотрела на умы учеников, развернулась и ушла. Причем она это сделала очень, очень, она сделала очень это демонстративно, да, то есть она увидев вот эти вот, как я понимаю, не совсем правильное состояние умов, ей не понравилось это. И она ушла, как бы это сказать, знаете, как вот, как уходят и хлопают дверью. Больше она не появлялась в этом видении, я понял, что она, божество Шри Лакшми ушло в центр храма, вернулось на алтарную часть, там, где стоят сами божества, да, а я, будучи энергией Нарисимхи, да, находился в нем, продолжал наблюдать за всем тем, что происходило дальше. А на крыше храма, с левой стороны от храма, вела большая лестница, да, то есть там 6 или 7 или 8 метров высотой крыша, вот, и была лестница, на самом деле лестница является символом связи с духовными мирами. То, что божество находилось на втором этаже, это говорит о том, что божество находится в духовном мире, да, в своем мире, и, будучи там, оно имеет возможность отвечать нам здесь, да, то есть просто через призму моего восприятия я убедил это таким вот образом, да, то есть материалистичным больше образом, да, а лестница, которая вела на второй этаже, это как раз связь, которая связывает всех нас с божеством, вот, но из-за того, что у некоторых ребят были не совсем чистые умы, и они позволяли в умах проявляться каким-то мыслям, связанным с глупостью, с страхами какими-то, да, и так далее, и так далее, и так далее, вот, я увидел, что лестница, которая была на ресимхе, она начала гнить, разрушаться, в особенности верхняя часть, и на ресимха, он тогда, в его сознании велькнула мысль, что я сейчас спущусь, я сам помогу им, все, все, все порешаю, да, вот, все сделаю, все, о чем они просят, и он такой пошел спускаться по этой лестнице, но лестница к тому времени на треть она уже сгнила, и он, пытаясь слезть с этой большой крыши, он не мог достать до этой лестницы, в результате он слезть не мог, да, и как бы это также указывает на то, что наши мысли, наши поступки, наше поведение мы должны контролировать, собственно, на всех планах, иногда неправильное понимание, неправильное взаимоотношение, они могут нарушить ту самую важную, ту самую ценностную нашу духовную связь с божественными мирами, с божествами такими, как ресимха, Кришна, вот, и кажется, что вроде ничего не сделал, а это обычные мысли, но на самом деле мысли имеют очень большое значение, вот, и, естественно, если будем плохо думать, неправильно думать, как-то по-человечески думать, да, то есть с позиции человеческого восприятия, то, естественно, мы очень легко можем разрушить эту связь, и даже божество не сможет к нам спуститься, а ведь ресимха хотел сам спуститься, сам подойти, сам сделать, сам помочь и так далее, но, ученики находились в каком-то не совсем правильном состоянии, но вообще, как бы, на самом деле, друзья мои, надо заниматься дополнительно еще и, условно говоря, саморазвитием, потому что данную тему мы, наверное, не так часто разбираем, и здесь нужно подтягивать свою внутреннюю базу знаний за счет саморазвития, да, то есть нужно изучать материал, читать лекции, слушать лекции, допустим, вайшнавов в Исконе, да, читать какие-то книги, да, и таким образом понимать, что нужны качества, нужны правильные настроения, нужны правильные состояния, да, у нас больше такое более серьезные уровни знаний доносятся, да, но чтобы получать эти знания в полной мере, надо, чтобы мы находились в правильном состоянии. Неправильное состояние не даст, не даст возможности нам оценить, осознать, получить все эти важные и ценные знания, важные и ценные наставления. И было еще интересное видение, вот, но оно, наверное, все-таки связано с войной, с боевыми действиями, с СВО, которые происходят на Украине, и связано это также с тем, что я, опять-таки, подчеркну, что записываю видео, связанные с местами силы Двараки, да, то есть все, опять-таки, вокруг Кришны вращается, вот, места силы, там очень интересные места, вот, и в состоянии медитации я увидел Двараку, и я увидел храм, самое главное божество, там, Шридвар Кадиш его называют, очень красивое божество, божество где-то метр высотой, и храм очень красивый, храм, не знаю, я, наверное, сладостнее храма Кришны, вот, я не хочу кого-то унизить, да, но мне в этом храме очень понравилось, очень божественные энергии, много других божеств, тростепенных, да, там много храмовых сооружений вокруг самого основного, храма, да, и вот в Дваркарише, вот, и в состоянии медитации я увидел Двараку, увидел Священную Ригу Бумату, и все мое внимание было приковано именно к этому храму, да, то есть я с большого расстояния наблюдал за тем, за этим храмом, и я такое было чувство, как было, что я скучаю, что я с удовольствием еще сходил в этот храм, посетил божество, вот, вот, и в какой-то момент, естественно, то, что я видел дальше, это уже, это все видения, еще раз это подчеркну, все видения происходят через призму моего ума, да, то есть это все элементы, из которых, посредством которых символически объясняются те или иные качества, состояния, знаки, идущие из духовного мира, да, то есть через призму моего ума, иначе, если рассказывать, какая энергия там, то делает, это делает и так далее, это будет непонятно, но так происходит у всех людей, то есть это не то, что только у меня, нет, так происходит у всех, все сны, суть может быть одна и та же, допустим, у каких-то людей, да, вот, и они могут видеть одну и ту же суть, но каждый будет видеть эту суть через призму своего ума, то есть в соответствии с символами своего восприятия, своего развития, вот, ну и я, естественно, мое внимание, мое сознание было привлечено именно к храму Дворхадиша, я прям чувствовал и хотел, да, но я в какой-то момент понял, почувствовал, что что-то не так, и в какой-то момент я увидел, что появляется какой-то очень мощный дым, дым как, именно такой дым, когда, какой появляется при запуске ракеты, и этот дым остановился все больше и больше, а потом в какой-то момент вертикально начала взлетать очень большая, огромная ракета, и она полетела в сторону России, да, и я прекрасно понимал, что это связано с Россией, это связано с Украиной, это связано с боевыми действиями, но в большей степени это было связано с Россией, вот, и данный знак, он не связан был с ядерным оружием, не надо пугаться, не надо домысливать, да, то есть я уже говорил, ядерной войны не будет, да, но будут создаваться более мощные, более совершенные виды оружий, более мощные ракеты, как, собственно, и происходит в последние два ствола года, или уже третий год заканчивается, да, и эта ракета является символом негодования духовных миров, символом именно того, что что-то мы не доделываем, что-то мы не проявляем в своей жизни, не меняемся, не очищаемся, да, и ракета – это символ, символ, с одной стороны, негодования, а с другой стороны, как бы так ни получилось, что что Кришна, возможно, на этой ракете сам переместится в Россию, это тоже возможно, да, но я также чувствовал недовольство именно у Кришны именно в большей степени русскими людьми, но не недовольство, это недовольство не было связано с тем, что кто-то начал войну, кто-то присоединил там четыре области Украины в результате боевых действий там относительно Крыма и так далее. Как я понимаю, на самом деле в этом плане как бы все нормально, а вот то, что Россия, русские люди не ценят себя, не уважают себя, не дорожат собой, не дорожат своим обществом, не любят свою страну, и такого очень много, да, кто сейчас начнет возмущаться, я хочу сказать, что вспомните, пожалуйста, там, 13-14 год, времена, связанные с Навальным, помните, да, сколько было людей, сколько было вот этого вот негатива, который лился прямо со всех щелей, да, вот это есть показатель того, что очень много людей, которые находятся в таком несамоорганизованном состоянии, я без критики на самом деле, я никого не ругаю, я не собираюсь этого делать, да, но так или иначе мы должны понимать, что знаки, подобные знаки указывают на то, что духовный мир и нами недовольный, да, то есть россиянам нужно все-таки в большей степени поверить в самих себя, понять, что это действительно государство и народ, которые воспитаны чаще всего в лишениях и трудах, вот, это тот уровень терпения, который является добродетелью, да, он в нас находится, наверное, в самом большом проявленном качестве, да, то есть русский, это, я скажу, что это самый терпеливый народ, а, да, то есть на такое терпение, ну, вряд ли кто-то способен, и терпение, это выработалось за счет суровых условий жизни, часто тяжелых условий жизни, да, то есть, как бы у нас довольно много решений, вот, но в то же самое время это качество в нас проявляется в избытке, и это качество на самом деле, оно, условно говоря, святое, но мы в то же самое время, да, это не единственное качество, которое у нас есть, много интересных благословений, интересных знаний, связанных с Россией, с Украиной, с Белоруссией, да, но мы не ценим, мы не ценим, каждый думает про себя, каждый думает про свои какие-то очень важные претензии к самому себе, к государству, ко всем, да, и чаще всего никто не пытается эти претензии проявлять в отношении самого себя, к сожалению, и скорее всего именно этот знак, он как бы и указывал, относительно самой ракеты, я не видел, я не видел, что произошел какой-то взрыв, я не видел, что будут какие-то страдания, там, наводнения, извержения вулканов и так далее, этого не видел, как претензия взлетела и полетела, вот, с одной стороны это очень большое благословение, это очень большое внимание со стороны Божества, с другой стороны это, конечно, то, что я чувствовал в негодовании, вот, в общем, другими словами, скорее всего, данный знак указывает на большие трансформации, но эти трансформации будут связаны также с серьезными трудностями, то есть трудности нас не покинули и, скорее всего, в ближайший год они нас не покинут, а будет еще тяжелее, вот, но в то же самое время будет очень большая перспектива, очень великие возможности и, скорее всего, проявится Кришна, надеюсь, ну, это все условно, конечно же, да, то есть благословение может проявиться, знания какие-то благословения проявятся, да, то есть очень хороший знак, на самом деле, очень хорош, очень плохой, очень хорош, одновременно, для какого-то плохого, для какого-то хорошего, в общем, как-то так. На этом на сегодня все, всем джайджаганатха, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,